Здравствуйте, дорогие телезрители! На вашем общественном телевидении программа «Всияний рамп» и с вами ее автор и ведущая Лариса Габитова. Здесь цепи многие развязаны, все сохранит подземный зал, и те слова, что ночью сказаны, другой бы утром не сказал. Эти слова Михаил Кузьмин написал специально для арт-кабаре «Бродячая собака», который в этом году исполняется 100 лет, в ночь с 2011 на 2012 год. И в этом же году, в октябре месяце, исполнится 140 лет русскому композитору и поэту Михаилу Кузьмину. И по этому поводу мы сегодня встретились в студии с Аллой Масловской, режиссером спектакля «Люди и призраки. Неизвестный Кузьмин», который она готовит специально для юбилея «Бродячей собаки». Аллочка, здравствуй, дорогая! Добрый день! Добрый день! Замечательная идея возобновлять вот такие вот традиционные для собаки спектакли, потому что ведь как это было все несколько лет, когда существовала собака? Ведь это были литературные спектакли, литературные дебаты, литературные новости, споры, провокации. Да, и сейчас эта тема очень актуальна, потому что люди интересуются литературой, поэзией, искусством, и «Бродячую собаку», в общем-то, тропа не зарастает, правда? Нет, там достаточно действительно регулярно проходят, да не просто регулярно, а в общем каждый день, нам было даже найти сложно. Мы за два месяца бронировали дни в октябре, чтобы встать со своим спектаклем, потому что там действительно каждый день что-то происходит. Возможно, это не уровня города, я имею в виду, что там в «Бродячей собаке» достаточно маленькое помещение, там всего 60 человек помещается, поэтому, конечно же, вот именно эти 60 человек только и могут посмотреть небольшие камерные интересные вещи, которые им показывают как профессиональные актеры, которые в этом находят свою отдушину, интерес, которые самостоятельно готовят что-то, да? Так и, так сказать, молодые, вновь становишься на путь актеры, которые только что выпустились, готовят свои работы, которые хотят предстать перед зрителями немножко с другой точки зрения. Там поэты, художники огромное количество, да? То есть собака, которая была в 910 году, она, в общем, такой старается и остаться. И вот наш проект, он очень классно, замечательно вписывается туда, просто потому что это музыкально-кукольная мелодрама, в основу которой положены романсы Кузьмина, Михаила Кузьмина. Это, так сказать, его сторона поэта очень малоизвестна. То есть могу сказать, что мы много прошерстили, пытаясь понять, когда и кто исполнял, вот, ну, так сказать, известных, да, исполнителей, чтобы это было действительно широко известному зрителю, что-то говорило, да, это имя или романс. Ну вот мы нашли только Нане Бригвадзе, которая исполняла «Дитя и Роза», роман Кузьмина. Всё практически больше. То есть это новый материал, который никто не слышал. А, то есть даже записей вообще нет, да? Ну вот один романс мы нашли вот в исполнении Нане Бригвадзе. Алла, а вообще где нашли этот замечательный материал, действительно замечательный? Вы знаете, мой коллега, сценарист Александр Лакман принёс мне вот такую кипу клавиров, значит, со словами, значит, вот, Алла, у меня есть материал, действительно уникальный, он взял это в фонтанном доме Ахматовой. Часть клавиров, ну вот, вообще никогда не исполнялись. Ему был интересен именно Кузьмин или он наткнулся? Именно, нет, 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 ему был интересен Кузьмин, да? Вот интересно, что ведь это же цикл, то есть это не просто какие-то отдельные работы, да, Кузьмина? Да, там, получается, получилось два цикла прекрасного композитора, которого, ну, вообще никто не знает. Да, действительно, это действительно. Вольтера Нувеля, Нувеля иногда всё-таки, да, по-французски правильно говорить, Нувеля. Это такая необычная личность, которая заслуживает, на самом деле, от нас, от потомков, более пристального внимания. Я могу попозже немножко о нём рассказать. Вот он написал музыку к циклу Кузьмина, который называется «Ракеты». И второй называется цикл, ну, он его сам так обозвал, «Детские песни», куда он собрал замечательные совершенно тоже, он, скажем так, компилировал. То есть вот он написал иногда разные-разные-разные стихотворения и романсы, а потом уже собирал их по внутренней линии, выстраивал. Он был действительно внутренне, у него было драматическое чутье, он был театральным человеком, он их выстраивал в определенной последовательности и объединял. Уже тогда был отдельный цикл создавался. Да, и, в общем-то, цикл вот этот, который будет представлен в «Собаке», он достаточно драматичен. Внутренняя такая линия, она, это не просто какие-то песнюшки, да, как можешь показать это. Это действительно серьезный сюжет, вопрос доверия между мужчиной и женщиной, вопрос страсти, ревности, ну, таких непростых взаимоотношений, да? Да, безусловно. И если говорить вот о самом проекте «Неизвестный Кузьмин», то он, конечно, наверное, создавался, вот сколько я читала, наверное, точно так же, как и создавались в свое время все спектакли в то время, когда собирались вот несколько человек, обсуждали что-то, каждый накидывал, писал, отдавал другому, почитаем, может, что-то интересное. И вдруг из-за этого рождалось то, что мы сегодня так вдруг… Балаганщик, да, там, предположим. Да, Мерхольт, да, да, да. То есть вот дружба началась, собственно, за столом, можно сказать, за столом бродячей собаки. Вообще Кузьмина, его же называли художником малых форм, но таких же малых форм называли и Ахматову. Ведь, как говорил Гумилев, а, Аня еще и крестиком вышивает. То есть абсолютно к этому серьезно не относился. И то, что рождалось в собаке, собственно говоря, и казалось каким-то таким очень закрытым клубом, куда фармацевты только приходили подсматривать за богемой, на самом деле оказалось далеко не богема, а наоборот. На исторической площадке литературной это все фигуры номер один. Да, 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 это так и есть. Удивительно. Мы тоже говорили о том, что надо же, как маленькое небольшое пространство, временное, временное, да, наполнилось, прессовалось такими личностями, такими интересными вещами, всплесками художественными, музыкальными, поэтическими, да, литературными. То есть такая радуга, да, вот так феерия расцвела в небольшом временном отрезке. И это очень приятно. Вот как бы мы попытались отразить в нашем проекте, потому что изначально не хотелось сделать «Вечер романцев». Вот изначально. Мне не очень было это интересно. Поэтому мы, вот с Александром, опять повторюсь, с Лакманом, мы долго думали и, в общем, не просто рождалась сценарическая основа, да, потому что не хотелось, чтобы это... Хотелось сделать цельное драматургическое произведение, наполненное удивительной музыкой и поэзией Кузьмина. И погружающее немножко в мир Петербурга. Да, в то время, конечно, конечно. Поэтому еще плюс ко всему, вот я включила в него и такой элемент театральный, как теневой театр кукол. Потрясающе. Он, да, и персонажи, конечно, в этом теневом театре кукол, это те персонажи, которые, опять-таки, вокруг которых происходили в Серебряном веке масса литературных и жизненных коллизий. Это Орликин, Коломбин и Пьеро, да, персонажи комедии дель арте, да. Поэтому без них, без них, это время тоже сложно представить. Они наполнены в художественных полотнах Сомова, Багста, у самого Кузьмина, у Блока, у Ахматовой. Нет такого поэта, который бы... Избежал. Да, не избежал упоминаний этих персонажей. В принципе, это понятно, почему. Вот и в нашем тоже спектакле они присутствуют. Аллочка, давай вернемся к личности Кузьмина, потому что все-таки не только собака-юбилярша, но и Кузьмин-юбиляр. Да, да, да. И скажем о том, что о Михаиле Алексеевиче ходила масса всевозможных слухов и сплетен. И все это было правда. Вот давай с тобой изобразим из себя девушек того времени, и что они могли говорить о Кузьмине. Ну, девушек точно не изобразим того времени, а попробуем все-таки представить. Боже, я ни разу еще не слышала Кузьмина, но слышала о нем столько противоречивых сплетен. А мне по ним, например, никак не удается составить себе ни образы, ни биографии Кузьмина. Кузьмин, король эстетов, законодатель мод и вкуса. Не говорите, у него 365 жилетов. Он русский брюме. А по утрам к нему собираются лицеисты, правоведы и молодые гвардейцы присутствовать при его аппетитливе. Да вы что? А вы знаете, что его видели в Париже? Он танцевал кан-кан с моделями Тулус Латрека. Нет-нет-нет, он старообрядец. А я говорю? А бабушка его еврейка. Да вы что? А я говорю, он учился у иезуитов. Что вы, что вы, что вы? Он служил в малом мучном лабазе, я знаю. Да вы что? Вы знаете, я слышала, что он учился в консерватории у самого римского Курсикова. А я, между прочим, считала, что он носил вериги и провел два года послушникам в итальянском монастыре. А стихи он стал писать только в 33 года. И то по совету Брюсова. Ах, у Кузьмина сверхъестественные византийские глаза. Да ну его, Кузьмин. Урод. Аллочка, вот давай теперь разберем вот это вот. Я просто хочу сказать пару слов, что так начинается спектакль. Ага, вот с этих слухов, которые мы сейчас озвучили, и такая премьера, на самом деле, такая маленькая кусочка спектакля. В книжке Иванова, кстати, да, много из подобных слухов, но еще другие, понимаешь, не только эти, но еще какие-то другие. Ну, я могу сказать, что это не только слухи. Да, да, да. Вот давай попробуем разобрать. Ну, хорошо, они не видели Кузьмина, и мы с тобой тоже его не видели, поэтому только пытаемся о нем представить. Значит, Кузьмин, король эстетов, законодатель мод и тона. Ну, это было так. Он был, любил эстетику, любил красивую одежду, утонченно одеваться. Для него это было важно, значимо. Это было неким, входило в понятие образ и поэта. То есть он относился к этому очень-очень внимательно. Вот маленькая заметка, буквально нам тут вот Георгий Иванов сейчас поможет. Сбритая борода, сорт духов, ресторан, где Кузьмин завтракал, факты первостепенной важности. Такая уж его женственная природа, мелочи занимают одинаковое место с важными, иногда даже больше. Судьба таких писателей целиком зависит от воздуха, которым они дышат, как бы талантливы они ни были. В общем, далее Иванов пишет о том, что это был тот период, когда они познакомились, когда Кузьмин только сбрил бороду. А для него это было вообще очень-очень-очень важно. И он перестал так следить за собой. И те его вышкаленные костюмы, сверхъестественные галстуки, те безумные духи, которыми он пользовался. Пользовался и мало того, пользовал все свои бумаги, которые он отправлял. То есть это было немножко чуть-чуть... Нарочито, норочито. Нарочито, норочито. И когда он от этого отказался, вот это стало и шармом. Как говорят, что чуть-чуть пожившая вещь, чуть-чуть, так скажем, да? Вот согласна. А еще, добавив к этому моменту образа, что дендизм-то к нему пришел не сразу. Это, собственно, когда он уже стал бывать в башне у Вячеслава Иванова, а до этого-то он жил, собственно, в скитах. Да, у него был период, да-да-да, совершенно верно, когда он увлекался, и очень... не, просто увлекался тут, наверное, это слово неправильно употреблять, а он погрузился, да, и ему было очень духовно близко пройти этот путь. Он действительно носил вериги, действительно был послушником, странствовал. И как для любого поэта, для любого художника, это же вылилось в удивительный, на самом деле, стихотворный его цикл, совершенно потрясающий, вот, Александрийские песни тоже написаны по следам этих духовных переживаний. То есть для него это не прошло, да? Да-да-да, но вот это ты сейчас перескочила, уже перескочила в Египет. А мы-то сейчас про Вериги, собственно, мы же говорим сейчас про старообрядчество, то есть он действительно в этом светском обществе Петербурга появлялся в старообрядческой одежде. В общем, на самом деле, если мы вспомним Есенин в первые свои шаги, дело абсолютно точно так же, в своворотке. То есть это не было индивидуальным, на самом деле. Очень многие пытались каким-то... Как привлечь на фоне такого для них, да, первый человек появляется, они прекрасно знают, приусов это, так сказать, да, вот огромное количество поэтов, художников, которых они боготворят. Как привлечь к себе внимание? Как заставить хотя бы повернуть эту всю светскую, как сейчас говорят, тусовку, хотя бы голову, чтобы обратили внимание? Да, ну, все-таки истина где-то посредине, потому что, когда Сергей Есенин, уже будучи за границей, вот Мариен Гофф пишет в своих воспоминаниях, да, что, собственно, фраг и цилиндр ему шел точно так же, как и его красоворотка и нарумянины щеки. То есть это все такая игра, игра в образце. Давай продолжим. Значит, ну, у него 365 жилетов, собственно, это так и есть, да? Он русский брюмель. Стаространная, это же, ну, как бы, такая отсылка, но если посмотреть про новинки того времени, того сезона, то брюмель, это был знаменит такой фильм, красавчик брюмель, значит, зарубежный фильм, черно-белый, естественно, да, немое кино, и там был вот персонаж брюмель, который, так сказать, сводил всех с ума, всех женщин, мужчин, всех подряд. Он был страшно красив, он был очень элегантен, то есть у него вот, мне даже иногда кажется, что у Кузьмина вот, у него аккуратная бородка, значит, вот такие усики, брюнет, глаза с поволокой, ну, просто вот... Русский брюмель. Русский брюмель. По-другому и скажешь. Совершенно верно, да. По утрам к нему собираются лицеисты, правоведы и молодые гвардейцы присутствовать при его пяти главе. Собственно, вот... Практически так и будет, то есть это вот Александра, который писал, является автором этих строк, здесь очень мало что выдумано, потому что половина взята из дневников самого Кузьмина, который был очень дотошен и фиксировал любое дуновение ветра, и также вот из-за Вячеслава Иванова я тоже думаю, что... Да-да-да, эти комнаты Кузьмина в квартире Вячеслава Иванова. Первая приемная, вторая спальня. Кузьмин встает часов в десять и работает в спальне у конторки, такой, за которыми купцы сводят счеты. Работает стоя. Сидя, засыпаешь, уверял он, пишет Кузьмин, по большой части прямо набело. Пока Кузьмин работает, в приемной начинают собираться посетители, какие-то лощеные штатские, какие-то юнки Ра, зеленые обшлага правоведов, красные лицеистов. Это эстеты, поклонники петербургского Уальда, как они Кузьмина называют. Да-да-да, его сравнивали действительно с Оскаром Уальдом и за любовь к внешним формам, к одежде, к моде, и за, конечно же, за поэтическую строку, безусловно. И все эстеты, значит, беседуют то о Леонардо да Винчи, кто Лиля Дан и прочее. Один говорит, Петька-то опять, он медведя устроил скандал, слыхали? Все, значит, застеснялись, что он говорит о таких бытовых вещах. И в этот момент Кузьмин появляется, что вы говорите, Жоржик? Опять нализался, ха-ха, Мара, в миску, ха-ха, ну и что же? Что потом? Хотел драться? То есть он был очень азартный. Мир мелочей и человеческих отношений он чрезвычайно интересовал. Именно это он включал в свои романы, в свои стихи. Так, что у нас дальше по списку? Его видели в Париже? Не знаю, вот это как бы он не был в Париже, потому что он, на самом деле, в отличие от многих дворян того периода, достаточно мало путешествовал. Он был буквально два-три раза за границей. Да, в Италии. Но вот в Париже он не был. Это как раз тот слух, который всегда вокруг поэтической натуры присутствует. Безусловно, он должен быть в Париже просто для своего образа. Он просто там должен быть и непременно, естественно, танцевать с моделями Тулус-Латай. Мы всякие его путешествия накладывали такой отпечаток на его биографию, вот побывав в Александрии, собственно говоря. Да-да-да, вот это то, что мы говорили, александрийские песни создал вот этот замечательный... Он действительно хотел принять католичество, настолько его... Ну, это его привлекало, да-да-да, он относился к этому очень серьезно и достаточно, правда, долго раздумывал, но не потому, что как бы сомневался, но для него это был крайне важный шаг. Да-да-да, когда он побывал в Милане, собственно, жил уже среди католических священников, да? Да, он относился, конечно, к тем людям, которые, если что-то делали в своей жизни, что-то принимали или там, как из людей, кого-то впускали к себе, то они оставались с ними уже навсегда. Он был в этом смысле очень верным человеком. Да-да-да. Так, значит, старообрядец мы уже проговорили, то, что его бабушка еврейка, возможно, и одна еврейка, но вторая точно француженка. Бабушка по маме была правнучка французского актера. Да, но я думаю, что это вполне закономерно, потому что, ну, чтобы не сказать, в России, так сказать, всегда у нас виноваты евреи, это же понятно, а уж если их нет в ближайшей родне, значит, явно они там где-то были. Бабушка какая-то была, так что это совершенно естественно. Так, значит, то, что он учился у иезуитов, это правда, а то, что он служил мало в мощном лабазе, вот, кстати, что вот по поводу до консерватории, что у него было? Ну, то, что не мало в мощном лабазе, это естественно. А вот следующая мысль, вот эта вот сплетня, что он учился у самого Римского-Курсакова, это чистая правда. Это правда, да-да-да. Он не закончил полный курс, 7 лет, как-то тогда нужно было учиться, он закончил 3 года у Римского-Курсакова, потом брал еще уроки, вот, но это на самом деле, ведь когда он входил в общество, да, он входил даже как композитор, а не как поэт, потому что он достаточно много, активно писал романсов, вот, собственно, да, еще музыку к романсам, поэтому и его исполняли, то есть эта музыка ценилась. Вот интересно, что все-таки он учился серьезной композиции, да, у Римского-Курсакова. Курс в консерватории это все-таки очень, ну, такое кропотливое занятие, но обратился он и, собственно, получил популярность именно в малых формах. И мало того, музычка весьма незатейливая, сам он как говорит, у меня не музыка, у меня музычка, но в ней есть яд. И пел он таким весьма противненьким старушечим голосом, что ну тогда, да, в общем, это даже было модно, на самом деле, так вот слегка так вот грассировать. Ну, всякое общество хотело слушать именно Кузьмина. А помнишь вот это его дважды, два плюс два, четыре, дважды два, пять, это все, что нам надо, все, что нам надо знать. То есть такая легкость бытия. И вот о легкости бытия и о легкости, собственно, он сделал доклад. Аллочка, ты должна сказать? Нет, это я не помню. Не знаешь, да? Нет, нет, нет. Расскажи. Сейчас расскажу, сейчас расскажу. Значит, ясность, а, прекрасная ясность. Прекрасная ясность, да, да, да. Это я читала, но я думаю, у тебя поподробнее есть информация, потому что... Ну, да, ты знаешь, мы этого доклада уже не можем получить. Это был доклад в бродячей собаке, собственно, вот как, например, нам Георгий Иванов представляет, собственно, бродячую собаку, как, ну, такой разгул, развеселость, там, общение, рождение стихов, поэзии. Ну, собственно говоря, отдых. Ну, то на самом деле, да, читая другие источники, там были серьёзнейшие доклады, и в том числе вот об этой... Да, они пытались всё-таки не просто, если уж собирается литературное сообщество, поэтическое, художественное, да, то в общем и целом привносить в этом момент просвещения, момент учения, да, так сказать, возможность, чтобы, как у любого оратора, была небольшая, так сказать, откуда он мог вещать, да, произносить. Свои установки, так как огромное количество направлений, да, в литературе, в поэзии, и каждый, в общем-то же, старался пояснить, почему, как бы, вот одно из этих направлений, которые он выбрал, да, что является его основой, что такое, что это, что-то новое, или наоборот, он к кому-то присоединяется. Даже очень много, они друг друга почти... Вот у каждого же был чуть ли не свой кружок, да. Конечно. У Мережковских с Гиппио свой, у Ахматовой свой, у Иванова свой, то есть они все-все-все, и каждый хотел при этом, при всем, оставаясь в кружке, сохранить свою индивидуальность. Да, да, да. И вот Кузьмин тогда действительно вот о прекрасной ясности, это очень красиво, да, само название? Вообще он, как сам говорил о себе, при огромном его, собственно, спектрах деятельности, интересах, он говорил, что я специалист только в трех областях. Гоностицизм, музыка, начиная от Баха до Моцарта, и флорентийское куатра-ченто. Все. Вот здесь я специалист. Представляешь, если кому-то это сказать, и просто никто же не сможет вступить в диалог. Диалог, но с другой стороны, Аллочка, все-таки вот были такие сугубо специфические доклады, но вместе с тем, когда это обсуждалось, то художник спокойно мог говорить о музыке, музыкант мог, то есть это все перетекало. Почему, собственно, вот мы... Вот собака действительно такая была площадкой, где действительно происходило не просто зарождение, то есть практически некое, как в университетах, кафедр, с которой говорились и обсуждались позиции, установки, ну, все. И вот мы немножко попытались, кстати, в спектакле тоже чуть-чуть приблизиться. Ну, момент просвещения мне самой очень близок, и поэтому вот ты говорила про юбилеи у собаки 100-летий, да, в следующем году, 140-летие Михаила Кузьмина, но в этом году исполнилось 140 лет вот Вальтеру Нувёлю. Ага, мы про него забыли сказать. Да, собственно, он один из персонажей, там всего три персонажа этого сценария, этой драмы, мелодрамы. Вот, и он же и автор восьми, там практически, ну, где-то да, около восьми романсов из цикла «Ракеты». Вот смотри, как интересно. Значит, Кузьмин начал как музыкант, да, потом продолжил как поэт, собственно, вот эту нишу занял, да, даже вот тут написано на что, что он начал писать в 33 года у Брюсова, по совету Брюсова. Это почти похоже, да, да, да. В 30 лет начал. Что ему сказал Брюсов? Вот вы и все ищете слов для музыки и никак не находите, а другие находят какого-нибудь Ротгауза и довольны, а вы не находите. Почему? Потому что для вас слова не менее важны. Значит, вы должны сочинять сами, собственно, да? Да, вот это, наверное, послужило толчком, это правда. А тут получился такой тандем с Нювелем, и потрясающе, потому что, собственно, один со своим мировоззрением, второй со своим мировоззрением, да? Ну, один действительно был больше композитором, ну, он даже Нювелль себя не... Почему вот мы на сегодняшний день не знаем вообще ничего про этого человека, да? Просто потому что он сам лично не считал себя композитором, не пытался занять вот ту нишу в композиторскую. Он считал... Он и был музыкальным критиком, он в мире искусства заведовал отделом музыкальной критики, был помощником и близким другом Дягилева в русских сезонах, вел активную достаточно работу. Аллочка, время подходит у нас. Давай, дорогая, мы приглашаем всех, мы все успели, мы заинтриговали, понимаешь, самое главное заинтриговать. Приходите, смотрите этот прекраснейший спектакль, встречайтесь с Кузьминым, вы действительно... 10-го, 11-го октября, бродячая собака. Бродячая собака. Встречайтесь с Нювеллем. Вы увидите действительно Нювелля как призрака и увидите Кузьмина, услышите прекрасную музыку, услышите прекрасную поэзию, увидите прекрасный видеоряд и получите огромное наслаждение. Это была Аллочка Масловская, режиссер спектакля. Я Лариса Габитова и программа «В сиянии рамп». До свидания. Всего хорошего.